Продолжаем с вами прохождение книги Сорок хадисов о правах Господа Миров Мы остановились на втором хадисе Котором передается от Аббада От пророка Что он сказал Кто засвидетельствует Что нет божества достойного поклонения Кроме Аллаха Единого нет у него с товарищей И что Мухаммад его раб и посланник И что Иса Раб Аллаха его посланник И что слово это Которое он отправил Марьям И дух от него И что рай это истина и огонь это истина То Аллах ведет его в рай В соответствии с теми деяниями Которые он совершал Итак этот хадис Почему автор его Привел Для разъяснения Такого понятия в религии Как Свидетельство о том Что нет божества достойного поклонения Кроме Аллаха И ученые Всех мазхабов Все ученые единогласны в том Что Ля Илляха Илля Аллах Значит Ля Маабуда Бихактин Илля Аллах То есть Ля Илляха Илля Аллах Означает Именно нет божества Или же нет тому Кому поклоняется истина Или необходимо поклоняться истина Кроме Аллаха То есть Маабуд это объект поклонения То есть Иллях Это объект поклонения Нет объекта поклонения Который был бы достойным Кроме Аллаха Можно сказать так Ну или как Мы привыкли переводить Нет божества достойного поклонения Кроме Аллаха Из этого мы понимаем Что Неправильно Переводить Нет Бога Кроме Аллаха Неправильно переводить Нет Господа Кроме Аллаха Потому что Это не несет в себе Полноценный Полноценный смысл Вот это вот Свидетельство И это свидетельство Имеет два столпа Оно имеет два столпа Первый столб Это отрицание Отрицание всему Поклонение Кому-либо Кроме Аллаха Субханаху Атааля Когда мы говорим Ля Илляха Нет божества И Второе Это избат Избат Это утверждение Или подтверждение То есть Мы Подтверждаем В отношении Аллаха Субханаху Атааля Что он Единый Достойный Этого поклонения И Также есть Условия Уля Иллях Илляла То есть Посредством Которые Он Воплощает В жизнь Это свидетельство Дальше Мы Скажем Что То есть Мнение Ухалифин То есть Противоречащих Аглисунн Вайджама В отношении Смысла Ля Иллях Илляла Они говорят Что Ля Иллях Это значит Языковедов Единогласное мнение Ученых Тафсира И так далее Что Иллях Имеется ввиду Маабуд Иллях Это тот Кому поклоняется Объект поклонения Это слова Зуджаджа Это слова Джогари Это слова Бин Манзура И других Ученых Языковедов И Это передается То есть Смысл Передается От Ибн Аббаса От Катады От Ибн Джарира И других Муфассиров Что Иллях Это Маабуд Что Иллях Это Объект поклонения Соответственно Мы говорим Что Ля Иллях Иллялах Это Нет достойного Поклонения Никого Кроме Аллаха Второе Что Напоминается В этом Хадисе Что Мухаммад Саллах Иллях Раб Иллях 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 То есть Раб Не имеется Ввиду Здесь Раб Как Невольник Хорошо Когда Мы говорим Абд В отношении Мухаммада Саллах Иллях Мы не имеем Ввиду Невольник Важно Понимать То есть Раб Аллаха Здесь Немного Другой Смысль Имеет То есть Мы Свидетельствуем В отношении Мухаммада Саллах Иллях Что Он Раб Аллаха Что Он Тот Кто Поклонялся Аллах Наилучшим Образом И что То есть Что значит Раб Аллаха Тот Кто Поклонялся Аллах Наилучшим Образом И тот Кто Не обладает Какими-то Качествами Господства И божественности И свидетельствует Отношение Него О том Что Он Донес До нас Посланническую Миссию Посланник Аллаха Понятно Что Это Мы Верим То Что Он Сообщил Подчиняемся Ему То Что Он Повелел Остерегаемся Того Что Он Запретил И Поклоняемся Аллаху Так Как Поклонялся Он Так Как Он Это Узаконил Естественно По Велению Аллаха Субханам А. Также Из этого Хадиса Мы Понимаем Что Необходимо Свидетельствовать О том Что Иса Является Тоже Рабом Аллаха И Тоже Посланником Аллаха То же самое Говорим В отношении Ему Не обладал Божественными Качествами Какими-то И господственными Качествами И В то же Время Подтверждаем В отношении Его Посланническую Миссию То есть Здесь Мы Опровергаем Двоих Две Две Категории Людей Когда Мы Признаем Что Он Раб Аллаха Мы Опровергаем Христиан Которые Возвеличили Его На уровень Господа На уровень Творца Аллаха Субхану Когда Мы Признаем Его Посланническую Миссию Мы Тем самым Опровергаем Иудеев Которые Отвергают Это Вообще Слова Пророка Салвала Алисаляма Где он Сказал Иса Это Калима Это Слово То есть Он Назвал Ису Словом Аллаха Имеется Ввиду Слово Посредством Которые Аллах Создал Ису То есть Он Сказал Кун Сказал Будь Это Слово Будь И он Был Сотворен Аллах Субхан Говорит Подобие Исы У Аллаха Подобно Адаму Он Сотворил Его Из Земли Затем Сказал Будь И он Появился То есть Это Имеется Ввиду Когда Пророк Салвала Салвала Говорит Что Это Слово Аллах Дальше Пророк Салвала Говорит И дух Дух От него Хорошо Что значит Дух От него Вот здесь Опять-таки Заблудились Христиане Когда Услышали Подобные Слова Они Сказали Дух От него Значит Часть Часть Аллаха Субхан Гула Тааля Однако Дух От Аллаха Имеется Ввиду Что Тот Дух Или Та Душа Которая Берет Своё Начало От Аллаха В том смысле Что Аллах Субхан Тааля Её Сотворил Сотворил Её Без Отца Как Нам Это Известно И Так же Как Он Сотворил Субхан Небеса И Землю Аллах Сматр Говорит Он Для вас Создал Подчинил Сахара Подчинил Вам То Что На небесах И то Что На земле Всё От него Аллах Субхан То есть Не значит Что небеса И земля Часть Аллаха Субхан Нет Однако Это то Что Аллах Сотворил И Почему Аллах Субхан То есть Присоединил Эту Душу Мы знаем Что Все души Сотворил Аллах Субхан Но Почему Указал Здесь Именно Что Душа От него Уменьшу Указание На его Особое Положение На его Почетное Особое Положение И В свете Этого Скажем Что Когда Аллах Субхан Уталя Упоминает Что-то Со своим Именем То есть То что В арабском Языке Называется Идафа То есть Присоединение Адафа Это значит Присоединить Идафа Присоединение То есть Когда Аллах Субхан Уталя Упоминает Со своим Именем Что-то Другое То это Бывает Двух Видов То это Бывает Двух Видов Если Аллах Субхан Уталя Присоединяет Или Прибавляет Своему Имени Что-то Сотворенное Что-то Сотворенное Которое Может Существовать Само По Себе Без Чего Либо Дополнительного То Это Называется Идафа Сотворенного К Творцу Как Допустим Верблюдица Нака Накатуллах Верблюдица Аллаха Байтуллах Дом Аллаха Ардуллах Земля Аллаха То есть Мы знаем Что И верблюдица И дом И земля Они могут Существовать Отдельно Значит Это Будет Присоединение Сотворенного К Творцу То же Самое Касается Рух Рух То есть Душа От него Душа От Аллаха Имеется ввиду Что душа Которую Аллах Сотворил Но Второй вид Второй вид Это Присоединение Какого-либо Качества Какого-либо Атрибута Какого-либо Качества К Аллаху Субхану Который Не может Существовать Само по себе Как допустим Знание Альму Аллах Как допустим Аль-Кудра Могущество Как допустим Аль-Калям Речь Когда это Присоединяется К Аллаху Субхану Мы понимаем Что К тому Кто описан Этим качеством То есть К Аллаху Субхану Чтобы было понятно Еще раз Что Повторим Что То есть Те предметы Те творения Которые могут Быть Сами по себе Отдельно То Мы знаем Что это Присоединение К Аллаху Субхану Называется Присоединение Сотворенного К Творцу А что касается Качеств Которые не могут Сами по себе Находиться Существовать То мы знаем Что это Те качества Которые Аллах Субхану Отрал Описал Сам себя Дальше Говорит Пророк Саллаху 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 Что рай Это истина И огонь Это истина Естественно Что Мусульмане Из числа Аль-Сунна Одиногласны В том Что рай И ад Уже существуют Что Аллах Субхану Их Уже сотворил И что Аллах Субхану Отрал Приготовил Их Для их Обитателей И так же Они Единогласны В том Что Они Вечны То есть Они Никогда Не прекратятся Пророк Саллаху 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 Аллах Ведет Его В рай Это Вхождение В рай Оно бывает Двух Видов Первый Вид Это Полноценное Вхождение В рай То есть Духу Лунь Камиль Полноценное Что здесь Имеется ввиду Что Это тот Человек Который Пришел Полностью С таухидом Не попадал В большие Грехи Не попадал В многобожие В первую очередь И так далее Такой человек Который Войдет В рай Сразу Без Мучения Без Каких Либо Искуплений То Это Называется Полноценное Вхождение То есть Вхождение В полноценном Виде А есть Абсолютное Вхождение Духу Лунь Абсолютное Вхождение В смысле Что Рано или поздно Все равно Войдет Конечно Это касается Верующего Которые Какие-то Упущения Были Возможно В таухиде Возможно В совершении Каких-то Прегрешений Но Если он Был Верующий То Рано или Поздно Он Войдет В рай И Хадис Естественное Указание На великое Достоинство И передается От Амр Что Он сказал Самое Лучшее Говорит Что Мы Можем Подготовить Приготовить Для себя Это Ла Илях Иля Аллах Мухаммад Расул Аллах То есть В связи В том Что Нет Божества Достойного Поклонения Что Мухаммад Является Посланником Аллаха Ибн Аббас Рады Аллах Говорил Мы Надеемся Что Аллах Простит Грехи Единобожников Мухаммад То есть Те Кто Засвидетельствовали Это Конечно Достоинств Множество Ла Илях Иля Аллах Естественно Мы знаем Что Последнее Если Человек Последнее Что Он Сказал Перед Смертью Это Будет Ла Илях Иля Аллах Он Войдет В рай Несомненно Это Является Великим Достоинством И Даже Если Совершал Грехи Как Передается Хадис Абузар Что Пророк Когда Сказал Что Войдет В рай Человек Зchine Что Нет Божества Достойного Поклонения Кроме Аллах Что Сказал Абузар Он Сказал Даже Если Будет Прелюбодействовать И Сказал Даже Если Будет Прелюбодействовать и воровать, но он истинно свидетельствует то рано или поздно он войдет в рай. И что пророк, салава ла саляма, сказал нам, ва ин рагу ма анфу аб-азар. Да, даже если это не нравится аб-азару, все равно человек такой войдет в рай. Также ла и ла хилаллах, оно является защитой для человека, который был неверующим, но который сказал эти слова, является защитой для него. В каком смысле? Передается хадис от Усамы бен Зайда. Кто такой Усамы бен Зайда? Усамы бен Зайд это любимец пророка салаллах саллах саляма. Сын любимца пророка саллах саллах. То есть Зайд был любимцем, и его сын Усама тоже был любимцем послания Аллаха салаллах саллах саляма. И вот он рассказывает, что однажды пророк саллах салли пен Coward отправил их на один из небольших походов. И когда они напали на мучников, на многобожников, один из них убежал от них. И Усама говорит, что с одним из подвижников я его догнал. Когда мы его догнали, он сказал ла и ла хилаллах. И мой товарищ говорит, оставил его в покое, не стал с ним ниче делать. Однако я его проткнул своим копьем и убил. Но, говорит, когда дошло до этого до epastlani qalaha salallahu alayhi wa sallam hama, он раз ζолился очень сильно и начал говорить «Неужели ты убил его после того, как он сказал ля иляве inflict laatala?» И間 она говорит об epastlani qalaha, он просто хотел защититься просто хотел защититься от смерти и Пророк salallahu alayhi wa sallam hama повторял дальше «Неужели ты убил его после того, как он сказал ля иляplin alayhi wa sallam hama, неужели ты раскрыл его сердце и посмотрел, почему он это сказал?» Ия Yutsama говорит что настолько он повторял это, что злился и повторял, что я надеялся, вот бы я принял ислам только сегодня. То есть только после того, как совершил это деяние. Потому что мы знаем, что ислам, он стирает все предыдущие поступки. В любом случае, нужно сказать, что что касается ля и ля халилла, все домыслы, все заблуждения, могила поклонников взять, которые отклонились в вопросе единобожия, в вопросе поклонения, все вот эти заблуждения они берут сначала с неправильного понимания слов ля и ля ля халилла, то есть смысл ля и ля халилла. Все берется отсюда.